Здравствуйте! Вы смотрите календарь наиважнейших экономических событий второй половины текущей недели. С вами я, Екатерина Недачина. В конце недели трейдеры обратят внимание на следующие события. Так, в США опубликуют отчет о количестве новых обращений за пособием по безработице с 11 по 17 ноября. Ожидается сокращение показателя до 397 тысяч. Согласно октябрьскому отчету Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 10 ноября, увеличилось на 78 тысяч и составило 439 тысяч требований. Аналитики ожидали, что число первичных обращений вырастет до 372 тысяч. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону повышения с 355 тысяч до 361 тысяч заявок. Помимо этого, в четверг статистическое бюро Канады предоставит информацию о розничных продажах в сентябре. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что индикатор вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Тогда, в августе, объем канадской розницы также продемонстрировал повышение, увеличившись на 0,3% в месячном выражении и на 2,7% по отношению к аналогичному периоду 2011 года. Рост продаж совпал с прогнозами аналитиков. Объем розничной торговли без учета автомобилей в августе вырос на 0,4%, а по сравнению с августом 2011 года увеличился на 1,8%. В то же время в Германии станет известно значение индикатора деловой среды от Института АФО за ноябрь. Экономисты рассчитывают увидеть спад показателя до 99,6 пункта. В октябре, несмотря на позитивные прогнозы роста до 101,5 пункта, индикатор показал минимум более чем за два года, остановившись на отметке в 100 пунктов. Немецкая экономика чувствует сильнейшее давление со стороны уменьшения спроса на экспортируемые страной товары. Европа всегда была главным потребителем немецкой продукции, но на данный момент регион не может похвастаться здоровым спросом. Институт экономических исследований АФО отрицательно сказывается о будущем Германии, отмечая негативную тенденцию в экономике в целом.